МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. О событиях в крае его столицы вам расскажут корреспонденты информационной программы Наши новости. Мы ведущий Александр Лансков. Евгения Даровская. Далее о наиболее заметных темах выпуска. А был ли Маугли? Новые подробности жизни парня, который родился в лесу и уже 20 лет живет в землянке. Мы образованные люди. Мы давали все, что сами имели. И даже будет угол. В клубу дыма в Рубцовске загорелся пассажирский поезд. На тушение прибыл пожарный поезд. Сейчас пламя охватило уже весь вагон. По стопам Харахордина два барнаульских гимнаста завоевали 8 медалей в Тольятти. Специально ребята шоу лазерные приезжали с Москвы. Дополнительные ресурсы с Самары подтягивали. Тревожные новости из Первомайского района. В нашу редакцию обратилась жительница села Боровиха, которая сообщила, что в местном детском саду закрыли одну из групп из-за вспышки Менингита. Эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают в краевых ведомствах. В самом же садике нам заявили, что все дети пришли сегодня в группы, за исключением тех, которые болеют ОРВИ. Однако нам стало известно, что главврач Центральной районной больницы Наталья Володская сегодня выезжала с проверкой в детское учреждение. Мы обязательно вернемся к этой теме, а сейчас к другим новостям. А был ли Маугли? Этим вопросом озадачены многие журналисты не только Алтайского края, России, но и мира. О мальчике, живущем в лесу, стало известно в начале недели. Всем сразу же захотелось его увидеть, пообщаться и показать цивилизованным людям. Журналисты толпами и приходили к уединенной землянке. Правда, встретиться с алтайским Маугли удалось лишь единицам. Что удалось выяснить, расскажет Галина Юмашева. Да лежи ты смирно, лягушонок. Ой, лягушонок. Маугли. Я буду звать тебя Маугли. Маугли. Примерно таким же Маугли, едва ли не выращенным животными, многие представляли и алтайского парня, живущего в лесу недалеко от Белокурихи. Первое, о чем стало известно, что молодой человек родился в Бару и уже 20 лет обитает в землянке. Никогда не ходил в детский сад и не посещал медучреждения. Не получал знания в школе. Мы занимались его воспитанием и образованием. Он самостоятельно, например, учил английский язык. А поскольку мы образованные люди, мы давали все, что сами имеем, и даже более того. О том, что алтайский Маугли живет в лесу с родителями, стало известно чуть позже. Как и то, что 20-летний парень вовсе не дикий, знает, что такое цивилизация, поскольку ходит в Белокуриху продавать нарисованные им и отцом картины. У него есть в городе друзья, он умеет пользоваться сотовым телефоном и компьютером, и, что немаловажно, разговаривает не только на русском языке, но и на английском. Вы знаете, у меня мало практики. Поэтому сказать отдельные слова, конечно, можно. Но, вы знаете, конечно, я бы со своим желанием выучить английский язык, я бы мог это сделать быстро, если бы была возможность вместе пообщаться с теми людьми, которые совершенно не знают русского, знают только английский. Наумкины не считают себя отшельниками. Они ушли жить в лес, когда у отца семейство по состоянию здоровья. Возникла необходимость постоянно дышать свежим воздухом. Так и придышались. И с 91-го года не хотят возвращаться в загазованный город. В будущем отец и мать не исключают вероятности поселиться ближе к людям. А что выберет сын, пока неизвестно. Хотелось бы, чтобы он стал большим художником. Возможно, поэтом. Писателем. Хотелось бы, конечно, самого лучшего. Но прежде всего умным человеком. И добрым. Настоящим человеком. Пока журналисты со всего мира выясняли детали и подробности жизни алтайского Маугли, который оказался совсем не Маугли, а скорее человеком с интересной судьбой, Наумкины исчезли из своей землянки. То ли решили на время спрятаться от любопытных фотографов и писак, то ли вовсе сменили место дислокации. Ступай своей дорогой. Живи там, где живет твоя родная стая. Пожалуй, единственное благо, которое получит 20-летний парень от нашумевшей истории, свидетельство о рождении и паспорт, в которых напишут «Аджан», что означает «духовный человек», а не «лесной». Но его еще долго будут помнить и называть алтайским Маугли. Галина Юмашева. Наши новости. В клубу дыма оказалось Рубцовское депо. На его территории горел пассажирский вагон. А подожгли его сами пожарные. Дело в том, что это были совместные учения подразделений пожарного поезда и городской противопожарной службы. Яна Писарева с подробностями. Это не съемки фильма «Катастрофы», а учения, максимально приближенные к реальности. Согласно легенде, возгорание произошло в пассажирском составе. Бригада поезда эвакуировала людей, отцепила горящий вагон и отбуксировала его в безопасное место для тушения пожара. На тушение прибыл пожарный поезд. Сейчас пламя охватило уже весь вагон. Самостоятельно с таким огнем бригада поезда справиться, естественно, не может. К бригаде пожарного поезда присоединяются сотрудники городской пожарной охраны. Теперь от их совместных действий зависит то, как быстро локализуют пламя. Пожарный поезд оснащен современным оборудованием с большим запасом воды и пенообразователя. Такой комплект боеготовности позволяет быстро тушить возгорание. Размотав рукава, пожарные приступают к локализации пламени. Совместными усилиями в течение 20 минут пожар был полностью ликвидирован. 5 и 14-го пожар локализован. Всеобщий отбой. После учений состоится так называемый разбор полетов. Специалисты дадут оценку действиям всех участников. Но уже ясно, что этот экзамен пожарные сдали. Нормативное время уложено. Все подразделения, я считаю, отработали правильно свои действия. Взаимодействие отлажено. Такие возгорания в реальной жизни встречаются нечасто. Последний раз по прямому назначению пожарный поезд использовали два года назад. Тогда пришлось тушить тепловоз. Учения показали, что огнеборцы готовы к самым большим пожарам. И все же лучше соблюдать правила безопасности, чем потом бороться с последствиями. Яна Писарева, Михаил Иленский. Наши новости. И пока одни борются с огнем, другие бьются за безопасность на дорогах. Несмотря на ужесточение закона об административном наказании за нарушение правил дорожного движения и увеличение суммы штрафов, автомобилисты продолжают ездить с пьяными. Но теперь все чаще выявить. Таких нарушителей и инспекторам помогают обычные граждане. Об этом и не только в пятничной рубрике «Автоновости». Управлял плохо, лежал хорошо. В Варнауле инспектор ГИБДД задержали пьяного водителя. Информация о нем поступила в дежурную часть от неравнодушных горожан. Когда ДПСники выехали на отлов нарушителя, тот пытался сбежать. Успокоить удалось, только уложив шофера на асфальт. Кстати, в Госдуме уже предлагают ввести скидки на штрафы за пьяную езду. Видимо, кому-то стало жалко неразумных водителей, которым придется платить от 30 до 50 тысяч рублей. Или кто-то сам уже внес оброк за свою слабость к алкоголю за рулем. И теперь предлагают устроить распродажу штрафов. Тем, кто оплачивает их вовремя, повторяю, за пьяное вождение, позволить вносить лишь 50% от суммы. Стоит отметить, в Алтайском крае за 8 месяцев произошло 150 аварий из-за нарушений ПДД нетрезвыми шоферами. В этих ДТП погибли 18 человек. А теперь немного о дорожной ситуации в краевой столице. Здесь на неделю закрыли проезд по улице Интернациональная. От Максима Горького до Комсомольского. Связано это со строительством газопровода. И хотя этот участок на одной из второстепенных дорог, отсутствие возможности проезда, по ней создает пробки на центральных прилегающих проспектах. В Комсомольском и Ленинском. Особенно в утренние и вечерние часы. Один из способов уменьшить количество пробок в городе установить на сложном перекрестке светофоры. В этом году в Барнауле их уже появилось несколько. Сегодня начали монтаж еще одного на пересечении проспекта Космонавтов и улицы 40 лет Октября. Включат регулировщика примерно в 20-х числах сентября. Кстати, трамвайную остановку перенесут ближе к перекрестку, чтобы пассажиры переходили дорогу по зебре и на зеленый сигнал светофора. Появятся трехцветные на пересечении Змеиногорского тракта и Ленточного бора. Причем, по заверению властей, в этом году. К середине следующей недели станет ясно, кто займется его установкой в этом месте. А вот светофор на Павловском тракте с советской армией заработает еще не скоро. Сначала планируют сделать ремонт дороги на проспекте строителей от железнодорожных путей до трамвайных. А после запускать автоматического регулировщика. Галина Юмашева, Николай Ишелко. Наши новости. В селе Верхкатунское Абийского района строители завершают работу над новой школой. Совсем скоро несколько сотен ребятишек будут учиться в современном образовательном учреждении. Николай Тихонов с подробностями. Строительство школы в Верхкатунском вступило в завершающую стадию. Осталось совсем немного поработать, чтобы сельские ребятишки смогли получать образование в новой современной школе. На сегодняшний день по всем требованиям, которые сегодня санитарным и вообще то, что сегодня новые требования к процессу, к учебному, оборудование высокотехнологичное. Сегодня оно все есть. По словам главы района, объект будет сдан в намеченный срок. Строительство идет по плану, несмотря на погодные условия, которые в этом году, мягко говоря, мешали. Вокруг сегодня такой замечательной школы не можем оставить без присмотра. Дом культуры, надо его сегодня облицевать, вот он у нас тут есть. То, что касается сегодня площади и подъездов, которые вот есть, нам приходится сегодня к этому и самим еще подтягиваться. Как подчеркивают специалисты, в целом на ремонт и обслуживание социальных объектов Бийского района в 2013 году потрачено 400 миллионов рублей. Огромную помощь оказали регион и федерация, ну а администрация района, внеся свой вклад, пустила деньги в нужное русло. Николай Тихонов, Михаил Манин, Наши новости. Маленькие бенчане с тяжелыми заболеваниями прошли лечение в Санкт-Петербурге. Ну а, кстати, выявили патологии местные врачи во время ежегодной диспансеризации в доме ребенка Наукограда. Как проходила диспансеризация и почему такие мероприятия необходимы для населения в следующем материале. В последние годы количество детей-сирот то неожиданно увеличивается, то становится стабильным. Всем этим процессам есть хорошо известны социальные причины. Однако ситуацию сугубляет плохое состояние здоровья отказников. Быстрыми темпами растет число малышей с врожденными физическими аномалиями, дефектами интеллекта и хроническими заболеваниями. Не дать старым болезням прогрессировать и не допустить появления новых. Вот основная задача медиков. Бийский дом ребенком в этом плане уникальное учреждение. Ежегодно мы постановили около 150 детей. Это, как сказать, много или немало, но для нашего учреждения это хорошая, достаточная цифра. Диспансеризация здесь проходит в два этапа. Вначале детей принимают узкие специалисты. Лор, невролог, психолог, логопед, социальный педагог. А затем, по результатам обследования, малышей формируют в группы и в дальнейшем проводят профилактические мероприятия. Именно разработка индивидуального плана лечения во многом помогает победить болезнь в раннем возрасте. Кстати, пройти диспансеризацию могут не только малыши, но и каждый житель края. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Как говорят медики, болезнь легче предупредить, чем лечить. Маргарита Белова. Наши новости. А сейчас новости спорта. Мы передаем слово Юрию Борлису. Компания «Сибиртехника» сообщает о расширении сервисного центра по обслуживанию и ремонту спецтехники. Открывает вакансии для активных и надежных специалистов. Требуются трактористы, машинисты, слесарь автотракторной техники, автослесарь, спецтехники, слесарь-сборщик. Спонсор рубрики «Спорт» – «Сибиртехника». Компания предоставляет профессиональный и оперативный сервис своим клиентам. Специалисты сервисного центра оказывают полный комплекс услуг по обслуживанию и ремонту складской, дорожно-строительной, коммунально-уборочной и сельскохозяйственной техники. Алексей Немов позвал, они приехали и победили. Денис Юров и Сергей Найдин завоевали медали всероссийских соревнований в Тольятти. В этом году Кубок Немова разыгрывался впервые. Состав участников получился довольно сильным, поскольку организаторы рассылали приглашение точечно тем, кого хотели видеть. Специальные ребята шоу «Лазерные» приезжали с Москвы, дополнительные ресурсы с Самары подтягивали. Само шоу-открытие великолепнейшее было. Ну и игровой большой зал, конечно, это здорово, когда особенно со зрителями, всегда это впечатляет. Для ребят, хоть это и не первый раз, но все равно, как всегда, как в новинку. По программе первого разряда Денис Юров стал третьим в многобории среди 24 спортсменов, а на перекладине показал абсолютно лучший результат, выиграв золото. Больше всего понравилось, как я выступила на брусьях и на перекладине. Но упал я на прыжке. Ну, как бы не очень его сделал. Что у спортсмена на душе, у гимнаста, когда он падает? Ну, горе. Обиды, что упал. Сергей Найдин в программе второго разряда занял первые места в многобории, в опорном прыжке и на брусьях. Кроме того, стал серебряным призером в упражнении конь-махи и на кольцах, бронзовым на перекладине. Ну, в моем возрасте пока нет конкурентов. Правда, что ли? Да. Ну, а кого победил хотя бы и были серьезные, достойные соперники? Ну, выше разряда, но в моем разряде нет, не было очень. Надо просто к следующему разряду идти. Спортивный Барнаул обогатился на несколько медалей международного турнира по джиу-джитсу Санкт-Петербург Оупен, с прошлого года являющегося этапом Кубка Европы. В турнире приняли участие спортсмены России, это 17 регионов. Франции, Азербайджана, Болгарии, Латвии. Воспитанники из Дюшор 3 тренера Романа Жигульского взяли несколько бронзовых наград и стали победителями в разделе «Дуо-систем» в парном ката. Это Юрий и Андрей Шороховы, Никита Степанов и Александр Данькин. Пять воспитанников с Дюшор Алтайский ринг стали победителями турнира в Искитиме. Боксировали юноши 98-го 2001-го годов рождения. 19 парней взяли 11 медалей, 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые. Победителями стали Богдан Рожанский, Максим Безотечества, Дмитрий Костиков, Максим Степанов и Владимир Чучалов. Юрий Борлис, Андрей Печоркин. Наши новости. Спасибо, Юра. Ну что ж, такая была информационная картина этой пятницы. Для барнаульских зрителей у нас еще приготовлены две рубрики. Реплика с Михаилом Гундариным и нам пишут с Натальей Николенковой. Ну а наша часть выпуска на этом завершена. В студии работали Евгения Даровская. Александр Лансков. Удачного вечера пятницы и до встречи в эфире. Добрый вечер. За что депутата коммуниста от Алтая, спикер Госдумы, публично упрекнул в мазохизме? Почему Владимир Жириновский предлагает Михаилу Заполеву отправиться в психушку? Принесет ли дивиденды? Сомнительно депутатский пиар. Но об этом порассуждаем в сегодняшней реплике. А начну, как обычно, в пятницу с краткого подведения итогов уходящей уже, слава богу, недели. Как и ожидалось, сити-менеджером Бийска останется Николай Нонко. Он был утвержден Бийской думой в пятницу. Оглашены результаты выборов 8 сентября. Было распределено 422 мандата. Большинство из них досталось кандидатам, выдвинутым «Единой России» – более 73%. На втором месте по количеству избранных глав и депутатов – самовыдвиженцы – 16% или 71 человек. Алтайские комсомольцы провели пикет против повышения платы за общежитие вузов. На сковородке перед Алтайским политехом собравшиеся требовали установить плату за общежитие не более 5% от стипендии. Напомним, с 1 сентября цены для студентов выросли в разы. А теперь к главной теме. От выборов местных муниципальных к Государственной думе. Ну и история же произошла в этой Государственной думе на Медне. Вспоминаются бурные 90-е, время красных пиджаков, потасовок и непарламентских выражений. Бывало, по словам поэта, то Татошенька Кокошеньку тузит, то Кокошенька Татошеньку разит. Потом внимание к депутатам стали привлекать только их, мягко говоря, неоднозначные законодательные действия, а не манера поведения. И вот на неделе, пожалуйста, снова здорово. Если придерживаться норм приличия в описании ситуации, то депутат-коммунист от Алтая Михаил Заполев вслух негативно охарактеризовал выступление Владимира Жириновского. В ответ на что Жириновский прямо с трибуны Госдумы высказал сомнение в дееспособности Заполева. Вот это вот, вот он, видите, ему в психушке сидеть, а он здесь во фракции сидит, лидеру парламентской партии говорит слово блевотина. Сейчас мои ребята подадут, тебе по морде дадут, подонок, и выгнут тебя из зала, бандит и пьяница. Сифилитик, подлец, я тебе на одно твое слово 100 тебе скажу. Зачинщиком таким образом выступил Заполев. Жириновский лишь ответил в свойственной ему манере, но интересно вообще, какое огромное, просто титаническое количество откликов вызвала эта история, равно как комментариев. Кто уверяет, что партии ЛДПР и КПРФ договорились привлечь к себе внимание? Кто видит в перебранке знак предстоящего возвышения Заполева до глобальных партийных высот? Был у них КПРФ все не случайно. А кто-то считает, что это отвлекающий маневр от тех законов, которые сулят нам думцы снова и снова. Ну, мне-то кажется, что вернее всех ситуацию оценил думский начальник Сергей Нарышкин. Он-то этих депутатов перевидал немало. Недопустимо провоцировать выступающего, да и отвечать на низкие провокации. Вот Михаил Михайлович, вы что, получили удовольствие? Вы оскорбили, в свой адрес получили, так сказать, оскорбление. Это какой-то мазохизм с вашей стороны. То есть, вряд ли это пиар. Скорее, свойство личности Жириновского, ну и вот свойство его феерическому типажу. История не добавила ничего. Но Азаполев, Азаполев известен и не такими еще попытками вступить в публичное политическое пространство. Специфические какие-то попытки. То есть, это ведь не КПРФ отличилось. Это наш с вами алтайский представитель в Государственной Думе. Не думаю, что нужно в этой ситуации защищать Жириновского. Потому что, если говорить юридическим языком, то он, на мой взгляд, превысил пределы допустимой самообороны. Но, с другой стороны, нельзя забывать, что Михаил Михайлович Азаполев, как говорится, начал первым. И спикер Госдумы Нарышкин, собственно говоря, ему об этом сказал. И сказал, что его действия напоминают мазохизм. И самое главное, что это уже не первый случай скандала с участием Азаполева. Если помните, в 2007 году, в день похорон первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, он публично в Думе заявил, что нужно вогнать в могилу Ельцина осиновый кол. И за это большинством голосов был лишен до конца созыва права голоса. То есть, ну, мягко говоря, сам договорился. И, в общем, как любят выражаться в народе, нужно следить за базаром. А реплика сегодня звучит так. Да бог с ним совсем, с депутатами сами разберутся. А вот то, что Алтай попал в федеральные СМИ, вообще сферу внимания всей страны, вот таким образом, товарищу Азаполеву, конечно, большое спасибо. Увидимся в понедельник. СМИ, 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 СМИ. СМИ, СМИ, СМИ. Пятница, 13-е. Именно в этот день хочется посвятить выпуск толстой доброй пятничной вечерке. Здравствуйте, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет. На большом воздушном шаре наша Рита Белова уже летала. А теперь его владелец Денис Гаврилов, как пишет вечерний Барнаул, может прокатить любого желающего. Новая услуга появилась в Барнаульском парке «Лесная сказка». Это будет, конечно, не полет, но подъем на высоту 50 метров над землей на воздушном шаре, иначе в тепловом аэростате. А его владелец рассказывает о тонкостях полетов. Оказывается, воздухоплавателю необходимо удостоверение пилота авиации общего назначения. Кроме того, скорость ветра не должна превышать 3 метров в секунду, и занимать разрешается лишь воздушное пространство так называемой зоны G – 300 метров над землей. Вообще, сегодняшний номер вечернего Барнаула, по моим наблюдениям, посвящен в основном полетам и животным. На этой неделе питомник редких видов птиц Алтай-Фалькон выпустил на волю, то есть в естественную среду обитания, 15 соколов-балабанов. Директор питомника Виктор Плотников говорит о выращенных соколятах, как о собственных детях. Он сам каждые 4 часа кормит их с ложечки куриным фаршем, меняет салфетки и пеленки. География же распространения балабанов, выпущенных из питомника, широка. Плотников предусмотрительно не выдает места проживания и кормежки, чтобы не дать подсказку браконьерам. Отметим теплый материал об ухоженном саде лицея номер 101, в котором даже белки водятся, и информацию о 80 страусятах фермера из Власихи Юрия Нечапуренко. А под рубрикой «Экология нравственности» размышления Тамары Поповой о причинах жестокости человека по отношению к животным. И, конечно, истории погибших и спасенных кошек и собак. Терпимее надо быть, говорит Марина Смышляева, на счету которой немало спасенных кошачьих жизней. Поставить в подъезде миску с едой, лоток для кошки, например. Помочь волонтерам пристроить ее в добрые руки, как это делают сотни горожан. В конце концов, кошки, обитая в подвале, избавляют дом от крыс. Истинная правда. Наши новости, кстати, именно сегодня отдали в добрые руки четверых котят. Отличных мышеловов. Я желаю вам шикарного векенда, чтобы никто потом не сказал, что ты совсем мышей не ловишь. Увидимся в среду. Счастливенько. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова